Друзья мои, приветствую всех. Такая маленькая зарисовочка. Взял кофе, кофе-американу и сегодня я взял не круассан, а здесь в Италии он называется бриоши. Такую бриоши взял. Стоит это 2,5 евро кофе и бриоши. Кофе взял американу, потому что ем бриоши. Обычно я спью эспрессо. Если вы внимательно смотрите ролики, то вы об этом знаете. Я же пока буду делать такое кофе-питие и вам предлагаю понаблюдать за жизнью Венеции. За венецианской жизнью, скажем так. Секундочку, четкость настроя, если она тут есть. Вот так вот. Сегодня конкретный дождь идет целый день, целый день. И вчера всю ночь шел тоже. И там дождь идет с Рима. То есть в Риме вчера всю ночь дождь шел. В принципе, он даже не то, что вчера всю ночь, он уже целую неделю, можно сказать, идет. Так, смотрим. А бриошек, я вам скажу, такой зачетный. Чем больше шоколада внутри, тем меньше пустоты в пространстве, в бриоши и пустоте. Смотрите, как он. Просто иногда разные бублики, они бывают пустые. Вот так, просто ладно. В общем, такая жизнь, друзья. Еду в Австрию. Сейчас мне надо интернет найти. Как вы уже поняли, здесь весь день идет дождь. Одни гондолеры здесь ездят. Потому что нормальным людям ходить варианта здесь нету, только в галошах этих. Эти галоши можно купить за 15 евро. Где их купить не знаем, но где-то можно их купить, сказали. Все в этих галошах. Вот отсюда добраться получилось. Но как отсюда ехать, по крайней мере, знаю. Скорее всего, надо будет автобус брать, потому что автостопом варианта нету на эту трассу выходить. Иначе, во-первых, тебя никто не посадит такого мокрого. Дождь не прекращается. Но поедая разные сладости, в голову могут прийти какие-нибудь новые мысли. Поэтому, вот, будем сидеть и размышлять, что же делать. Хотел я вам показать Венецию. Более-менее, так, прогулочку сделать. Но, сегодня это не получится. Эта затея отменяется. Из-за погодных условий. Вот, смотрите, какая лодка понеслась. Мужик стоит зонтом. Один стоит, другой сидит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая вот Венеция. Видите, когда идет дождь, вода поднимается вообще. Это Венеция. Говорят, она потихоньку уходит под землю. То есть у них даже есть специальные люди, специальные службы, которые измеряют каждый год, насколько там миллиметр или насколько там сантиметр. Ну, скорее всего, миллиметр, я так думаю. То есть уходит под землю она. Вообще сам по себе городок такой немножко магический. По крайней мере, именно таким он мне показался, когда я его первый раз здесь был. И это тоже показывал. На взор ТВ вы можете увидеть старые ролики. Очень много разных влюбленных пар, которые приезжают. Чисто приедут, посмотрят. Как голубки посидят и едут обратно. Такая вот жизнь. Так, сейчас, секунду, друзья, я спрошу у нее насчет интернета. Следите за телефоном, чтобы не унесли никуда. Нету Wi-Fi. Кстати, на английском говорят, они все. Но Wi-Fi нет. Поэтому сейчас надо будет другое место какое-то переместиться. Да. Вот через несколько часов вот эта вся вода поднимется. То есть вот здесь даже сидеть уже будет практически невозможно. Вот эти улицы, это мы сейчас находимся в начале, в самом. То есть мы как бы уже, вон на той стороне уже, скажем так, выход, если так можно сказать, за Венецию. А с этой стороны, если идти, то через несколько часов все будет затоплено. И если туда вглубь сейчас пройти, то обратно я уже не вернусь. Вот так вот, друзья, не знаю, что делать. Автостоп плавить не могу. В город зайти тоже не могу. Постоянно, кстати, в этой Венеции какие-то непонятные происходят. В прошлый раз я сюда прибыл. Всю ночь я на улице провел зимой. Из-за того, что нигде так и не заселился. Так и не понял этот город, как тут ехать, куда тут ехать, куда идти вообще. Везде тупики какие-то были. Вот, и сейчас тоже какая-то засада здесь. Ехать дальше нельзя. И в город зайти тоже нельзя. Точнее, можно, сапоги надо только купить. Вот, сейчас посмотрим, что-нибудь придумаем. Ладно, моя банда, буду выключаться. Такая 10-минуточка вам. С Венецией. Вот, я надеюсь, что у вас все хорошо, все чудесно, все замечательно. Хорошее настроение. Вот, несмотря на то, что дождь, все прекрасно. Не стоит, скажем так, меланхольничать. Берегите себя. Смотрите обзор ТВ.